Так, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Final Fantasy XV, что-то загрузка долгая. Так, мысли. Предложение в мысли. Все, глаза работают. Сейчас, 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 уже вот-вот. Объявили несколько интересных релизов, которые могут заинтересовать, я думаю, как меня, так и вас. Это игра по названному Ghost of a Tale. Экшн-игра под, как бы даже сказать, может кто-то помнит только старый мультик об адство, где главную роль играли мыши и разнообразные звери. Дома некоторые помнят, те, кто в возрасте. Вот. И по этому миру сделали игру и говорят, что она, те, кто уже поиграл, по крайней мере пару часов, говорят, что она охерительная. Здравствуйте, Эрик Филд. Здравствуйте, Эрик Филд. Здравствуйте, Эрик Анастер. Также вышла игрушка под названием The Consil. Видимо, что-то из Concilium. Что-то вроде такого. Которая, ну, как бы сказать, адвенчурка своеобразная, где надо думать. Ну, то есть, очень интересный момент, может быть. То есть, и, в принципе говоря, тоже пока, пока неплохо. Могло бы быть лучше, но пока неплохо, скажем так. Зачитал книгу по этому мульту. Ну, тем более. Вышло HD-перездание Devil May Cry. Коллекция. Хотя, если честно, я не знаю, кому оно надо. Ну, и вышел Ассасин. Проклятие фараонов. Но это, знаете, это уже прям совсем большой ломки. Просто если прям совсем плющить будет, то можно будет на него посмотреть. Но это прям, если совсем плющить будет. Вот. Вот такие мысли, вот такие новости. Вот по моду, ну, не моду, а получается, эпизоду Игнис. Ютуб все еще кодирует. Ну, как я говорил, это очень небыстрое занятие. Ютуб любит очень долго и размеренно подумать. Ну, очень любит. Вот такие вот новости. Игровые. Ну, если можно назвать их игровыми. Так. Мой супер длинный. А, нет. Это надо обратно что называть. А этот супер длинный. Так, давай. Вот это тут. Ой, мой стандартный длинный. Систем шок давно заморозили. Хапнули больше чем захотели или чем смогли проживать. И, в общем-то, чему удивляться. Здравствуйте, Халамалы. Здравствуйте, Алекс. курсор уйди что я думаю в принципе нами есть чем скрасить наши ожидания до выхода то вторых-то вторых-то вторых пиларсов в апреле может все-таки удастся скопиться и нормально хотя бы крота закупить но оружие таля до лигнеса нет это не там снаряга и вниз стихийные кинжалы в облачении корейского гвардейца на потрепана после череды жутких прощастия в вальтисе увеличивать силу да вот это неплохо у тебя какая-нибудь броня человеческая есть не видимо тебе не дали да всем дали тебе не дали хотя в рубашку оденем дай мы футболочку сменим пожалуй вообще шанс критических ударов о ночи облечит максимальное здоровье но это фигня нет пожалуй нет дайте что-нибудь на урон и к черту все это пожалуйста помогите ну пожалуйста помогите мне найти ел роджа робеки и джо кого кого найти можно поподробнее моих цыпляток чокоба я взяла их с собой чтобы они посмотрели мир но они все разбежались они не могли далеко уйти ведь они едва хлопают крыльями их обязательно нужно найти вы ведь мне поможете да конечно куда уж я денусь конечно помогу между больше делать нечего так ну ка так ну ка так ну ка я так понимаю ты добрался без приключений да теперь осталось просто найти эту усыпальницу можешь не искать она фади на кистину на станции должен быть лифт который ведет прямо в клуб карьера понял удачи и но зажми что впрочем спасибо за совет привет самоголов или все костю что интересно найдешь будем надеяться тут есть лифт и он спустит нас в шахту интересно усыпальница там эти двое пошли в вагон столовую они ее почему-то называют рестораном эй парень можешь меня выручить наверняка ты уже знаешь что карьер закрыли из за какой-то аварии внизу не зелено вроде есть это что некий журналист специально приехал чтобы первым осветить всю эту историю в прессе хоть там внизу полно кровожадных монстров мое перо сильнее меча но если честно меча у меня нет а у тебя есть вот я и хочу попросить тебя кое-что там сфотографировать нужны три снимка той большой машины а еще фотография заброшенного сарая и непременно сфотографируй логово монстров очень прошу ну это задание скорее тогда уж не ко мне это просто требование да эта задача не ко мне это скорее к промпту здравствуйте ассортимент небольшой но рассматривайте его сколько угодно так давайте пару лазерных сенсоров подойдем а там даже на зелень не хватит остро лезвие где штучки продадим так ультразелье да просто зелье парочка эликсиров да пух феникс здесь противоядие нам не надо золотая игла медицинский инструмент улучшающую стиркуляцию крови снимающие напряжение в мышцах излечивает откаменение не знаю давай фруктовый напиток из люция сопровощенный ногтисом целебное средство излечивает это превращение в жабу я не знаю где меня в жабу будут превращать но мне так настоятельно это все советует что просто даже не знаю заходите здравствуйте кадабра я слышу что какая то падла тут пищала цыпа 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 а вот она стой петушара стой попался где настройки почему-то сбились ну да ладно ну он джойстик не распознает как иксбоксовский чем-то стандартная раскладка какая-то вон еще один мы же не умеем прыгать как люди полузаброшенное место а картаника полузаброшенное место на восточной оконечности западного континента поезды следующие по железнодороге через всю имперскую территорию до сих пор делают остановку на этой станции но сегодня мало кто и садится в картанике на экспресс ученые нефельхейма восстановили и во многом развили древние магические технологии стремятся обеспечить своей стране стабильность и процветание но массовое производство всевозможных магитек устройств требовало колоссальных затрат угля и нефти поэтому империя обратила взор на картанику тогда это был оживленный шахтерский городок выросший рядом с богатым месторождением полезных ископаемых вытянув из города все соки империя обратила его в призрак лишенный ресурсов и жизни в принципе весьма жизненно что-нибудь надеюсь на очередное чудо кто-нибудь еще писк слышит блять какие тени классные блин обалдею а ух ё офигеть блять какая детально проработанная тень офигеть а блин опять забыл все сидать все молчат всем пофиг под пользой есть можно нет изображение включить выключить включить выключить а знаете что самое отвратительное еще вот это вот забыл забыл брать ну не смотрите нормас хватило видимо остальные два в другой части вагона так кажись у кого то слышал не 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 а не Естественно, один из них в огоне, блин. Стой, стой, от меня все равно не уйдешь. Нет, на путь залезть тоже нельзя. Так и здесь весьма ограниченные локации в этом плане. То есть туда же с вагона на вагон перепрыгнуть, по идее, нельзя. Вне кат-сцены и, соответственно, вне некоторых мест. Показалось, что я справа слышу, что кто-то чирикает. Вот здесь вот, что он реально под вагоном. Что впереди никого я, к сожалению, не вижу. Ни единого петушка. А то тут зелье хоть под жопой же валяется. Не залезть. Красивая бутылка. Сейчас слушайте внимательно левое ухо. Потому что он где-то слева должен быть. Сейчас вот до людей добежим, которые там стреляли, разговаривали явно ни о чем. Там он где-то кудахтал. Ну ведь было же где-то здесь. О, слышите? Он где-то здесь, а чую я его. Поезд, в который можно зайти, к сожалению, только справа. А вот этот поезд здесь выполняет роль невидимой стены. Тут как бы, по сути, стена. Но вместо стены нарисовали поезд, чтоб смотрелось органично. Где-то здесь кудахтал. Слышь, я его здесь. Может быть, он вот там. То есть, если мы вниз спустимся, возможно, он где-то под станцией. В таком случае. Ребят, если собираетесь в шахту, лучше как следует подготовьтесь. Уже, какие хорошие у тебя мечи. Может быть, я у тебя все-таки что-то куплю? Предметы, которые можно продать за отличную цену. Но вот это предметы, которые тупо можно продать. Парням, я так понимаю, особо оружие-то я не надо. Клешнем большого краба. Но вот я бы не отказался бы от, например... От кинжалов хотя бы. Спиртал с кинжалов выполнен так, чтобы наносить тюпшер на раны, если нажать защиту врага. Да? Да? Да, черт подери. Хотя бы... Заходите. Обязательно. Снаряга, ногтис. Кинжалы, дельта. Еду продавай, нет? Еду не хочу продавать. В принципе, мы тут зелье нашли нормально. И... Всякого хлама. Совершенно мне непонятного. Вот и я порой не понимаю, в таких играх это как бы хлам? Реальный хлам? Или, зараза, это какие-то штуки, которые в будущем вам понадобятся для каких-то квестов или чего-то еще? Или для апгрейдов? Вот и все четверо цыплят. Совершенно непонятно. Это, в принципе, как в любой корейской MMORPG. То есть вы... С самых начальных уровней получаете кучу бесполезного лута, которого вы не знаете. Его продавать, его не продавать, его копите. Может, оно в будущем понадобится. Может, это заточки, может, это заточки для заточек, ну и так далее. То есть, ничего не понятно. Вот, еще что-то. Вот, спасибо! Какие они милашки! Самые очаровательные цыплятки в мире! Сиди за своими курицами, женщина. Овощи и далее. Чего пойдем с дремнем до утра? Я не хочу столкнуться с смертными демонами, если честно. Что-то они меня чем-то не привлекают. С дремнем. Купим еды. И пойдем в бой. Привет! Сама вы все еще не разговариваете, да? Сама вы все еще не разговариваете, да? Да... Секундочку. Богатый выбор. Ну... Хотя бы так. Стрелка. 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 Можно окончательно какой-то особый прием, но давайте глянем. Слышно? Сильно слышно? Сильно слышно, как я джойстиком теребонькою? Да я могу попробовать, конечно, микрофон подвинуть от всего этого дела. Чтобы было похуже слышно, как я джойстик теребонькою. В принципе, можно запас манную джойстику услышать. запас мана вылечить позволяет 2 воздушно такими чем или древком оружием можете сделать шаг второй шаг по воздуху но этим не пользуюсь в кнопку сразу после получения урона вы можете обновить весь полученный урон какая странная штука так учитель пор кличе части дела которое можно уничтожить это кучитель портить близкого расстояния прикольно всегда есть и критич которым в цепном слушали такую все другую я просто балдею вычивать силу духа каждого участника отряда на количество набранных уровней эффекта скажет способности не суммируется ну давайте увеличимся у духу духу духа нашим чувакам мы не будем унывать молодые и детские чего нам унывать ты готов идти обо мне не беспокойся в этой игре есть негры до я как минимум трех видео это интересно чем сейчас микрофон улавливать какую херню еще слышите спуститься мы спустились да но нам еще идти к усыпальнице я чувствую себя в своей тарелке главное не попасть на обед здешним обитателям они нас и без тарелок съедят да это точно и навесим красивым что было слушать на что-то еще пойди вы должны слушать ну что что-то где-то улавливается я не понимаю что иногда нежить под окном но нежить под окном это не весело и не составит отряды запорожженных глаз не бросайте его что не буду я просто я слежу чтобы лагов не было вижу что полин уж микрофон говорит что что-то он улавливает снял наушники думаю не уж то кулеры слышно я кулеры не слышу как микрофоны тут осторожно смотрите под ноги я стараюсь ты не торопись мы подождем а можно королевский кортеж не будет распадаться а можно ты заткнешься может как-то мы вы как-то вместе будете идти да вроде вместе шли туда это взял убежал будем раз лишний раз драться думаю это бессмысленно и гниса жена и гниса жалко будет очень жалко направление в рабочем состоянии но и блок питания поражали случайно не для того металлолома правда похоже им не пользовались этот переключатель правда по понятно страна говоришь весь монстров довольно много усыпальница скорее всего внизу и осторожней не надрывайся до фигнис нас тут вроде что-то фоткать проселенного развернули генераторе невозможно допустить без ключа это ключ нужно спуск вниз это спуск вниз все он вот даже не здесь все он вот Кажись, один уже пропустили. По крайней мере, они все наверху. Продолжение следует. Так он и гнись идет, его бронда прикрывает все нормально. Вы глядите в сломанную машину в этом районе. А кто-то видит сломанную машину, я вот что-то прям даже как-то не наблюдаю ничего. Ну, по-моему, неплохо. Так, то и хорошо. Ребят, вниз. Так, еще один выше, еще один выше. Так, а тут я не совсем понимаю. Смотрите, здесь вот есть переход. Ну, он... Ну, он вроде не ведет туда, куда надо. Надо. То есть, вот он по верху идет, а там лифт. И здесь вроде бы нигде и нету других вариантов. Вон, раскидали всякой фигне на все локации. Бегай, как дороги собирай. Это было просто, видимо, одно из тех самых мест, в которые я не знаю, что-то бежишь ради того, чтобы что-то собрать. Я-то, в принципе, не против, но... Как-то нечестно, что ли. Одно, видимо, у нас вообще... А, нет, вот. Я вижу, здесь проход есть. Надо сказать, что одно с другой стороны, скорее всего, крана этого сломанного, но, видимо, нет все-таки. Где-то оно есть здесь поближе. Какая штучка. Уже об больниче бить начало? Умри. 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 Ох, ё-моё. Пром-то подоспел. Пром-то подоспел. Если-таки очень сильно соберевать, как ягнис может сражаться здесь вместе с нами. Проклятие. Проклятие. Что? Робка. 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 Глади вообще куда-то делся, блин, даже не понимаю куда. Слушайте, я его даже не пробиваю толком. Робка. 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 ой, кажется, я кому-то уже отчего лежу Бладя, ты нам как-то не хочешь помочь, не? Ну у нас к черту Уже поздно Это я точно могу сказать А, ясно Я понимаю А если когда максимум здоровья будет слишком низкое Ну, блин, меня как раз и пробивают прям до самого низкого Картинка обрезана Картинка обрезана Картинка обрезана Нет, нужно найти ракурс получше А что ты хочешь, чтобы я сфоткал? Объясни мне Очень информативно Картинка обрезана В принципе, нужно сфотографировать несколько мест в глубине карьера Еще раз говорю, очень информативно А, в темноте ничего не видно Придется переснять, когда станет светлее Видите, короче Бесполезняк Черное Охрендительное задание, которое привязано ко времени Горизонт завален, а? Мыльное все какое-то Горизонт завален, а? Видите, где-то Видите, где-то Видите, где-то Видите, где-то Видите, где-то Видите, где-то Видите 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 Нашли где встать Штраф будем за парковку выписать Ух я Он наглухо перекрыл нам путь Машина да не едет Если запустим мотор Может быть отодвинем Ну что переключим? Почему бы и нет Попытка не пытка Явно какой нибудь хрень Это не понравится Не даром просто тут есть локация С названием логово зверя Явно не просто так Похоже это здесь А оно работает? Посмотрим Машину я уже сфоткал Ты зачем остановил? Оно само Так посмотрим тут При отключении питания Использовать резервные генераторы В сарае есть ключ Так где этот самый сарай? Если б мы это знали То мы бы его не искали Значит он там Где мы еще не смотрели Берегись, они над нами Спасибо Пока не нужно Субтитры сделал DimaTorzok Тебя! Да, конечно! Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok как этот парень слеп у есть целый эпизод посвящен если если youtube таки захочет его загрузить дарине отрезать можно будет посмотреть как он сын если тупс вообще то не сделать мне придется его перепройти без комментов его просто перепрыгиваю все расскажи не там спойлеры будут не надо это рассказывать это надо видеть это просто шикарно шикарный эпизод который надо посмотреть как минимум как минимум мы рассказывать смысла нет так ладно горного козла мне из косплеить надо самоубийца нам не позволяет и спрыгивать тоже уж эти невидимые стены далеко не убегай да да что здесь еще один отход вижу вот да вот она эти удивительно вроде темно демонов нет окна сырой вон там наверху кажись нашел наверху давайте остановимся до поспим я уже выдохте даже рядом сидеть не хочет у нас нет ни одной лапши в стаканчике давай жрать холодной консервы вкуснятина сегодня я еще кое-что нащелкал хочешь посмотреть если честно нет это когда было критик судьба нет ни судьба понимаете всем хреново просто всем всем хреново и все недовольны нормально за меня не волнуйся поэтому страдать должны все но не убегать такие вот же вот здесь у тебя рядышком метр сфотографировать сфотографировать заброшенных старые в этом районе идеальный кадр а я нашел ключ как это безответственно бросать ключи снаружи где генератор хиги там же написано не смешно да такая себе шутка так ну коли у нас теперь рассвет давайте углубимся в фотографию чё тут за звуки постоянно и поймала ты день тарень 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 вот эту а а все таки счета спрыгнуть можно стала машина в этом районе ему понравится пошли сделаем наш последний снимок этого долбаного репортера все тут вот поверх обойти можно хотя в этом пиджи не уверен что ухудшить невидимые стены как же они меня достали кажется там быть и можно здравствуйте flash не тут надо снимать для репортера репортерские снимки недолго мы шли все вместе спирт 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 еще под Так, смогу ли... А, ну вот здесь проход. Ой, не-не-не, опять жаба. Чёрт его жаба. А, сфотографируйте что-то. Картинка обрезана. Картинка обрезана. Картинка обрезана. Картинка обрезана. Да что ж тебе надо-то? Картинка обрезана. Картинка обрезана. Ну, по-моему, неплохо. Пром-то. У нас теперь новый фотокороль. Он с собой поговорил, сам себя похвалил. Малычинка. Чёрт, там парень дерутся с кем-то. Пока эта махина стоит на дороге, дальше нам не пройти. Ну так, значит, уберём? Ура! Ура! Картинка обрезана. на что похож на ящик с проводами запускай не взорви только спасибо за совет куда только эти усыпальнице не пихает получилось ну да кстати странно куда их запихали серьезно они что успели раздвоиться ладно давай наконец заведем эту шестянку и уберем ее с дороги надеюсь здесь хоть проход будет это уровень красиво спору нет но дизайн уровнем немножко смущают и вот если бы здесь не было закрытых локаций было бы круче семья краба карая а если бы не было и с с с с и с и с С братьями делят что-нибудь, не люблю своих братьев Еее, клешни оторвали На колени, ропта Быстрее пули, скатка Не сюда Есть электричество Неизвестно надолго Надо скорее передвинуть машину Фотку забыл, нет, не забыл Фотку-то мы сделали Все четыре Подумай и о других Ты это слышал? Кажется, путь свободен Отлично Тогда вперед Стой Ты точно готов? Уверен, что сможешь? Смогу что? Убедить своих предков Отдать силу Это долгий путь Ты сможешь дойти до конца? Да, смогу Хочу я того или нет Я король и должен выполнить свой долг Да уж, это точно Еще как должен Так что пора взяться за дело Серьезно Слова Глади Еще раз напомнили Ноктису Ктан Есть на самом деле Благодаря пробуждению Живучесть Ноктиса Ноктиса увеличилась на 50% Слушай, пинай меня чаще, а Ну пожалуйста Идем дальше Ты вроде правильные вещи говоришь Мы это сделали Что один пойдешь Какая большая пещера Усыпальница дальше Подождешь тут Здесь Один Я не это имел ввиду Фу Ну и вонища тут Прям боссфай чую Прям носом чую Королевская высыпальница должна быть где-то здесь Вот только где Ищем вход Ищем вход Котушка здоровущая По-моему там что-то такое усыпальное А ну Логично Под корнями деревьев Где же еще Пить по яйцам будем Это что еще? Ненавижу яйца Нам точно надо знать Что там сзади Паспорт и народ А это что? Порта! Что? Что там у вас? Тело дрянь! Бери ее по яйцам Как-то пром-то быстро сверк Умри Какую боль Мужики Может мы как-то выйдем отсюда Я не знаю Немножко Росток Мальбора Они вылупляются Судим! Гладил Копта Глянь squared Копт Все Прыграю Я Помпел нас Я Вегером Стой ответ Все Все Ар Вегером Вегером Федером Вегером Карайте его, карайте, пока едетесь нет. Бальбофовьера держитесь подальше этого зловонного дыхания. Покинул жалко. Убер дамаги показывает. Нафига мы от него сбегали, если было написано «избегите» нафига. Умри! Смотри! Тебе конец! Бесполезно! Что нам делать? Наверное, пора паниковать. Нет, должен быть в этом. То есть, подальше этого зловонного дыхания. А вот куда сбежать надо. Ты спецзону, куда оказывается надо сбежать. То есть, не просто сбежать, а сбежать в какое-то определенное место. Норк, у меня есть идея! Позволь мне! Игнис вернулся в строй и получит прям стихийное сканирование. А то есть, Игнис снова поверил в себя и теперь сможет снова сражаться. За это спасибо, Игни! Сбивать их не надо. Лучше так пожарить. Наверное, она здесь. Жаль, не нашли лучше место, где ее построить. Катана. Ну все, поехали отсюда. Да, поехали. Подождите! Все в порядке? Нет, не в порядке. И я больше не собираюсь молча терпеть все эти скандалы. Ура! Конечно, кто-то выскажется. Будем откровенны. Мое зрение вряд ли восстановится. Но, несмотря на это, я хочу остаться с вами до самого конца. Извини, но я против, Игнис. Война – это дело опасное. Дело жизни и смерти. Но мы же будем рядом с ним. Дело не в том, будем мы рядом или нет. Тогда пусть он решает сам. Дело не только в его личном желании. Я понимаю. Если я буду отставать, то сам уйду. Я не собираюсь вас задерживать. Что скажет его величество? Нокт, ты король. Нельзя вести за собой людей, стоя на месте. Король всегда идет вперед, принимая ответственность на себя. Гладио, он займет законное место. Но только, когда будет готов. Как ты скажешь. Мы должны быть готовы. Ну, ты сразу станешь, да? Не хочу по этим болотам рождать И все вы хотите сказать Монстр Мальборо отогнал всех шахтеров Империи? Серьезно? Я понимаю, что город и так уже досухо Вычистили, но тем не менее Вы не против остановки В Тенебри? Почему бы и нет? Если это ему поможет Ух ты! За них мне точно дадут выбор читателей Но фотографировал-то не ты Статья-то моя Так уж устроена журналистика Да неужели? Хоть денег дай, что ли Опыт тоже сойдет А, отлично Хоть денег дай Пора нам ехать дальше Следующая остановка Тенебра Наконец-то я увижу дом леди Лунафреи Нокт, готов к отъезду? Поехали К отправлению готовы? Да, поехали в Тенебру Отправляемся Тогда садитесь Сейчас поедем Мы тут, если что Да Мы тебе поможем Залезай Мы поняли друг друга Несомненно Эй, тут ступеньки Ты уже не торопишься? Не такой ценой Согласен И он здесь уже Я не удивлюсь Если он прям с начала путешествия Где-то рядом был С его способностью Перевоплощаться Конечно, шикарно Только ядовито-зеленая вода Ничего не понятно Лично ракурс Пром-то Да И в этот раз Что-то вкус тебя подводит Глава 11 Благодаря своему упорству Твердости духу Игнесу Все-таки удается Помирить ногти Сыглоти волосы Полные новых сил И решимости Четверо друзей Садятся на поезд И отправляются В Тенебру На мой взгляд Наверное, это одна из самых слабых Глав была во всей игре Ну С курильщиком С курильщиком Мальбора Приятно вот так вот ехать Да Когда прибудем в Гралею Сядешь за руку? Графония, конечно, хорошая Но Если дадут Хорошо, что у нас вообще Истригали Мы у первого секретаря В долгу Вот если бы она нам Еще скидку сделала Эти рации великолепны Помню, когда бушевала Гидрея Посреди имперского отступления Один приметный корабль Остался позади Корабль канцлера Последнее, что я успел увидеть Его корабль, идущий В сторону алтаря Я потерял сознание И был не в силах Его остановить Я рад, что ты остался в живых Здесь есть кто-то еще? Гладио Он только что вернулся Куда он уходил, кстати? На разведку Я услышал кое-что важное Да Задание выполнено Хорошо Так что ты услышал? Что ночи удлиняются Рассвет наступает все позже и позже Об этом говорили еще в Люцесе Но в последнее время Этот процесс идет уж очень быстро Я боюсь, что если так пойдет и дальше То скоро Рассвета вообще не будет Абсолютно не исключено Империя угробила уже половину из шестерых Неудивительно, что мир трещит по швам Ну, наверное Чем дольше ночи, тем больше демонов Мы это лично видели Я слышал Как другие пассажиры Обсуждали этот феномен И отправил вашего покорного их разыскать И ты разыскал Ну, не будем заставлять их ждать Не будем Я сейчас Да Че, неужто сейчас этот подсядет? А, прям да А, вот ты где, Нокт Ты это видел? Нереально просто Да Харные горы Че-то вы сегодня, 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 сегодня Сегодня сонные какие-то А Там все как один Никогда не видел ничего подобного Это бред какой-то? Ух, я Ты че, думал? Что происходит? Загадка? Пойди пойми Не нравится мне эта снежная туча Прямо морозом по коже Кто мог такое сотворить? Мне бы это и во сне не могло присниться Мир полон чудес Какого черта ты тут делаешь? Ты чего дерешься? Полегче, приятель Не ожидал я такого Что с тобой? Соткнись! Осторожней! Погоди, ты что? Серьезно? Э, куда? А ну-ка покажись! Знаешь, Нокт? Да! Вот сволочь По-моему, самый лучший персонаж в этой игре Это долбанный Арден Вот, никого лучше его просто нет Хватит, Нокт Ты меня пугаешь Серьезно, друг Хватит Это небезопасно И вообще, что ты скандалишь? Хватит Это смешно, по-твоему? Друг Ты серьезно меня убить хочешь? А почему бы и нет? Вот ты и попал Что ты затеял? Зачем ты за мной ходишь? Это ты виноват? Да ты вообще О чем? Ты все это серьезно, Нокт? Разумеется, серьезно! Ты мне зубы не заговаривай Слово сказать не даешь Постой Не надо так Секунду Давай поговорим Ну нет Би его Толкуда бить его И все? Game Over? Пустыня западного Катинета уже давно усыпана имперскими арсеналами и блокпостами После смерти Гласи в регионе стали происходить странные природные явления Снежные поля и песочные тюнды Сосуществуют на расстоянии более нескольких километров друг от друга Ноктис и его друзьям не стоит задерживаться в этой опасной местности Нокт! Ты в порядке? Нет! Где Ардин? Он что, здесь? Тогда понятно, почему здесь творится всякая жуть Небось, он и остановил поезд Игнис и Гладио ушли проверить локомотив А мы проверим хвост поезда Да Что происходит? Это что, бомба? Но надо защитить людей Как ты предлагаешь это сделать? Бегите в другой вагон! С солдатами мы разберемся Ничего себе поездка В поезде могут быть еще солдаты Идем в хвост! Это было быстро Нужно, чтобы поезд поехал дальше Игнис и Гладио наверняка что-нибудь придумают Надеюсь, пошли А-а-а-а-а! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Идем в макитехи с тобой уничтожаются! А-а-а-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Игре конец. 100%. Блин, ну вот этот танк я не талил. Ну никак. Как думаешь, все очень плохо? Он поднялся на ноги! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну это не серьезно. Видно тут эфир был. Ого! Серьезно, не шутят! Что я? Серьезно? Ха-ха-ха! Кому чудом ты вообще выжил? Он для нашего первого раунда! Ха-ха-ха! 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 Хорошие новости! Игнис вышел на связь! Сказал еще немного и можно ехать! Наконец-то! Ха-ха-ха! Быстрее пули, девка! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Выкатили крупный калибр. Да блин, по-моему, он давно уже стрелял по нам. Березко так открыл огонь по поясу. Телепортируйте их к танку и уничтожьте его. Нок, он готов ко второму раунду. Нок, скорее! Циза! Открывайся. Скорее, мы уезжаем! Блин, кидая в поезд. Ничего, это было. Смотри, они у нас на хвосте. Зоврут нам, одни ошкотки останутся. А мы их первыми взорвем. Это как же? Стреляй в них. О, хорошая мысль. Это что за... Спросите меня за воздушно-транспортное средство из Звездных Войн. Качаешься? Да, качаюсь. Эмбрийские боевые корабли также открыли огонь по поясу. Телепортируйтесь к гридноутам. Пробейтесь на борт. Да ладно. Заставьте штурников самолит взорваться, либо сбейте четыре боевых корабля из любой турели. Сейчас рванет! Сбили! Все прям кинг-кинг-кинг-клэйви. Кинг-клэйви болят. Сейчас рванет! Куда тебе? Что, ты гордался? Умри! Ману-то нету. Сейчас рванет! Этот следующий. Готово дело. Мора возвращаться. А мать-перемать, куда возвращаться-то? Как долго ты был слеп? А-а-а! Ха-ха! Жедема. Ну, блин, да. Местами поменялись. Когда в позе останавливается время, Арген выдает себе запромта, обманывая нуждая ногта, пойти против близкого друга. Насколько жестокой не была его участь, король должен исполнить свой долг, не оглядываясь ни на что. Многообещающее название главы. Ха-ха! Нет, ну, я думаю, что он думал, что Арген у него, у Промта забрал пистолеты, на него наставил его. То есть, я думаю, тут логика такая была. Прогретье! 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 И пытался пристрелить его из его же пистолета. Что? Игнис, надо остановить поезд! Я стопну у Промта с поезда. То есть, я думала, что это Ардин. Не знаю, где он, но бросать его нельзя. Нокт, я не меньше тебя беспокоюсь о Промта. Но, если остановить поезд, мы все вместе с пассажирами станем легкой мишенью для демонов. Что же делать? Сперва высадим пассажиров в Тенебре. Мы скоро туда приедем. А как же Промта? Учитывая вмешательство канцлера, вряд ли он сейчас там, куда упал. Наверняка он постарается выйти на связь. Будем ждать и надеяться. Ты можешь добраться сюда? Со мной Гладио. Вы там целы хотя бы? Да. Ладно, иду. Сейчас приду, только зайцев высажу. Замать-перемать. Всегда может быть еще хуже. Зря ты это говоришь? Замать-перемя! Замать-перемя! Герас, они прямо в любой тьме могут появиться? Ну, я имею ввиду демонов Тобой день, там сейчас как раз день И просто заехали в вагон Ну, то есть Вагон, блин Подмос Тонель, тонель, вспомнил Аля Лаги Глюки, не знаю, игра вылетела Да Ни единого глюка Черт подери Как-то немного информации по миру не хватает, если честно Хотелось бы больше То непонятно логика появления демонов, например Совершенно непонятно Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долбанная прогрузка поезда. Дубль два. Всегда может быть еще хуже. Тебе конец! Командир! Тебе конец! Добавил! 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 Эх, что-то трепло не выйдет. Я так долго не выдержу. Главное, ты фактически ваншотаешь. Долго он не выдержал. Больше, блин, драма, богу, драма. Минчонки какой-то весьма такой читерский. Я даже не знаю, откуда. Видели тень? У-у-у, смотрите, сколько их на потолке. Офигеть. Это еще что? Сейчас вроде как день. Вы какого хрена здесь не появляетесь? Сложительным искупелить должен. Это еще хуже. Помощь от нее, это еще хуже. Тенебра в огне. Давно не виделись. Аронея. Это все была твоя работа, да? Здесь не все так просто. Пойдем, узнаешь, кто это устроил. Рассказывай. Я внимательно слушаю. Что у тебя с глазами? Так. Что здесь имперские войска делают? Ты видишь? Боюсь, что... Нет. Космолоджи. Да, очень плохо. Мир жесток. А с вами вроде был еще один. Да. Был. Мы его потеряли. Он погиб? Я не знаю. Раз не знаешь, так и не хнычь. Ну, а пока разберемся, что я не знаю. Господи, мы все... Всю игру все говорят. Не хнычь, господи, ну. Будущий король надежды всего мира, блин, ну не плакай. Что здесь герои сделали, а? Если это не твоих рук дело. Здесь были демоны. Пушечное мясо имперской армии. За которую ты сражаешься. Раньше сражалась. Теперь мы вместе с моими бойцами работаем спасателями. Ты говорила, что хочешь помочь. У нас есть одна просьба. Да. После того, что ты рассказала, вести пассажиров дальше мы не можем. Хорошо. Оставьте их на меня. Только кто поведет поезд. Да, действительно. Может, ты знаешь кого-нибудь? Да, знаю. Даже двоих. Вот эти двое. Бикс и Ведж. Не волнуйтесь, драться умеют. Но не любим. Так что делать-то надо? Вести поезд в Гралею. И это все? Кого же мне еще просить, как не вас? Это точно. Сделаем. Я благодарен тебе за все, что ты для нас делаешь. Ах, не за что. Спасибо за помощь. Рады помочь. А вот погода будет вам скорее мешать. Верно, я говорю? Верно. В ущелье особенно. Там такой мороз. Наверное, потому что там лежит хладный труп богини льда. Ехать далеко. Так что вы лучше оденьтесь потеплее. Я, кстати, видел женщину из поместья. Служанку из дома Флёре. Она тебя искала. Хотела сказать тебе что-то очень важное. Правда? Значит, мне надо ее найти. Ну, это, видимо, персонажи серии, которые вместе встречаются. Также говорят, что, например, сидит в очень многих играх. Финалки встречаются. Мы будем ждать в поезде. Сообщи, когда будешь готов отправиться. Пойдем. То есть, понимаете, это такие отсылки для своих. Для тех, кто в теме. Для тех, кто не в теме, они просто не убиваются из общего сюжета. А для своих это... О, боже мой, боже мой, я их знаю. Это круто, что они здесь. Ну, что-то вроде такого. Неужели это вы, принц Ноктис? О, да. Благословенные звезды. Каким же славным юношей вы теперь стали. Я Мария, служанка из дома Флёре. Не думаю, что вы меня помните. Боюсь, что нет. Ничего. Неважно. Куда важнее то, что я хочу вам рассказать. Леди Лунафре рискнула всем, чтобы вынести кольцо из Цитадели. Она отдала его вам. Да. Хвала звездам. И лорд Равус будет рад узнать. Что? Что? Отдай кольцо Ноктису. Ради меня. Здравствуйте, Довенея, Экси. Хорошо. 20-летний, но бабушка в тонусе себя держит. Мое тело начинает предавать меня. Нет, я не могу его взять. Пусть он примет его от тебя. Твое предназначение — передать кольцо королю и вселить надежду. Не сдавайся. Но у меня не хватает сил. Найди их, Лунафрея. У тебя хватит силы воли. Ступай. И открой Ноктису свое сердце. Здравствуйте, Твридея. Потому что это злодей, но не совсем это злодей. Вы ведь теперь поедете в имперскую столицу? Да. У лорда Равуса хранится глефа короля Региса, и он очень хотел вернуть ее вам, принц Ноктис. Хотя, конечно, вам будет нелегко найти друг друга. Мы обязательно встретимся. Молюсь, чтоб так и было. Он не совсем хотел Ноктису прямо убить. Он просто думал, что будет насколько по-другому все. А, кстати, я не понял. Из нее кольцо силы усасывало, что ли? Или почему ее тело начало предавать? У родителей Тволов она еще не начинала тогда совершать. Понятно. Кристалл. Помнишь, я говорила, что его спрятали? Да. А что? Они сейчас вообще никого к нему не подпускают. Даже императора и того не пускают. У яйцеголовых есть такая теория. Будто бы кристалл чем-то опасен для демонов. Они считают, что именно поэтому канцлер и подбил императора на похищение кристалла. Хм. По крайней мере, это многое объясняет. Здравствуйте, все норм, да, было? Давно уже, кстати. Мужик, а что у тебя есть? Кровавый меч. Этот меч принадлежал воинам, прозвищу Черную Рыцарь. А кто злодей? Ну, Орден, по идее. Меч с вампиризмом. Ну, у меня меч с атакующим телепортом, который ваншотает все, что движется. Я не знаю, по-моему, это круче. Более меня либо ваншотают, либо и отпиваюсь. Принц Ноктис! Да? Принц Ноктис, а вы были рады, что женитесь на леди Луна Фрей? Она была так счастлива, что станет вашей женой. Как радовалась, когда ей привезли платье. Знаете, принц Ноктис, она вас так любила. Я... Спасибо тебе. Это маленькая девочка, это может быть тоже Орден. Сначала отец сына избранного своего судьбу оплакивал. Но оба покой обрели в тенебре. Их страхи не Оракул развеял. Но девочка истинной силой владеет она. Я не могу ничего предложить королю, кроме моего голоса Оракула. Но я боюсь, что Ноктису это может показаться глупым. Но побыть с ним еще хоть один раз, пусть ненадолго, даже совсем ненадолго, было бы для меня как исполнение самой заветной мечты. Это беженцы из города, это небоятная фаза. Я не хочу направлять его. Просто хочу всегда быть рядом с Ноктисом. Это беженцы. То есть, я думаю, она, наверное, даже с поезда, на котором выехали. Она боялась, что свадьба будет вам в тягость. Но ведь это не так. Нет, вовсе нет. Откуда маленькая девочка-то все знает? Там при разговоре двух этих женщин этой маленькой девочки не было. Какая-то подстава. Увидим ли мы снова рассвет. Перед тем, как покрыться в вечный солнце, шесть раз завещали людям последнее сокровище – кольцо. Но этот удар богов был слишком могущественным, чтобы кто-то из людей мог им воспользоваться. По прошествии времени, это кольцо все же попало в руки человека, наделенного божественной силой. И превратилось в силу королевской власти. Можно отправляться. Я заменил поврежденные вагоны. Главное, дай нам знать, как только будешь готов. Хочешь отдохнуть – иди в вагон-ресторан. Да нет, вроде и так нормально. Ну что, отбываться? Залезай. Девочка, твой альтрек, об этом она все знает. За мирных жителей не волнуйся. Они в моих надежных руках. Чего не скажешь о вас. Будьте осторожнее. Разумеется. Спасибо, Ранэя. Еще увидимся. Да это же... снег. Эй, залезай давай. Да, иду. Лезь на дорогу ведет по безлюдной заснеженной местности вдоль ледяного оврага, в котором покоится Шива. С Биксом и Веджем у руля поезд медленно, но уверенно направляется в сторону имперской столицы. Только мы уже едем на этом поезде. Две главы. Я бы не отказался от твоих табиков, которые бы домой тихли. Эти бы демонов хотя бы распинали. Забился я куда-нибудь в уголок и сидел бы там спокойненько. Здравствуйте, уважаемые покажемы. Конечная станция нашего маршрута, столица империи. Приятного путешествия. Случай чего я всегда на связи. Реализирует, блядь. Какой снег. Неудивительно, что тут так холодно. Видимо, мы приближаемся к трупу Гласии. А трупы благословения не дают. Надеюсь, что ущелье обойдется без происшествий. Меня волнует то, что будет за ущельем. Я бы что-нибудь сожрал бы. Ну, где сможешь свободно уголить по поезду до прибытия к местному назначению. Ну, в этом поезде делать нечего. А, нет, смотрите, вот. Хорошо, краски дали. Для особо любопытных. Мм, регалия. Ну, вы знаете, что поезд едет только из-за твоих приходений. Нет, ну, так неинтересно. Так, черта дери, неинтересно. Вы смотрите, вроде мы опять потунули огидим. Но, сейчас почему-то демонов нет. Че к чему, непонятно. Как проедем Гаравас, будем на месте. Долго же мы туда добирались. Может, пока заклинание составить? Давайте заклинание какое-нибудь сделаем. Снимайте. Так, составить бутерное заклятие. И ни едины плюшки. За окном темно и нифига не видно. Нет, ну, из друга бегемота я сделаю заклятие, которое будет на все три. С пола на 99 рассчитано. То есть, я думаю, мне надо, хватит для такого заклинания. Разве не бегать за ним? Ну, где сидят, а тут нам дают побегать самому четко. Если за окном всегда темно, то и на душе тоже. Приехали. Ух, какое тяжелое задание. Ну-ка, не говори, что этот движок замерз. Ну, а сейчас-то что? Внимание! Да. В чем дело? Как вы могли заметить, мы стоим. Причина остановки? Внешние, да? Мы проверим. А, ладно. Будем надеяться, там просто снегу навалило. И то верно. Ну и халатрыка! Ох, етить! Двигайся, а то замерзнешь. Это все Гласия. Кажется, я ее вижу. Как жаль. Она мертва. Как же холодно. Расчистим тут все. Потом пойдем греться. Да, он тебя быстрее. Тебе конец! Призерка, я уже думал, лечи, пошли. Его отравили, что ли? Игнец! У меня есть то, что нужно. А, игнец, тебя не сражается. Только бомбами раскидывает. Игнец, у меня есть то, что нужно. Смотрите, у нас кп все время отравится, пока мы здесь сражаемся. Все, наша взяла. Ну, естественно. Коготь смерти? Фоллаут, блин, я что-то не узнал. Фоллаут, блин, я не могу. 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 Непонятно. Гладио! А выехали, Гладио! Черт! Гладио! Гладио! Игнис, ты бы хоть отошел, что ли? Давай быстрее, не трать время. А то я не знаю. Эй, Нок! Что там? Подойди-ка сюда, что-то тут не понял. А, впереди вот эти завалы. Совершенно нормально. А вот внутри что-то... Так, опять глюки, что ли? Ты! Стой! Ах ты, сволочь! 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 Что это? Стой! Стой! Что к тебе? Где он? Где проб-то? О, а вот и ты! Я беспокоюсь за твоих друзей. Они упали и не могут встать. Может, поможешь им? Ах, такой холод может исходить только от нее. Все так же прекрасно, как и в тот самый день, когда... Принесенную плясу. Время пришло исполнить. Джинтиана, ты и есть Гласия! И наше прошлое, и наше будущее воплотит король королей. Боже мой, можно этот ракурт составить подольше? Вот это убрать и ракурт составить, ну пожалуйста. С давних времен шестеро хранят эту звезду. Шесть несхожих умов, ведомые общей целью. Покровительство богов даровано всем существам, что живут под этой звездой. Даже тем, кто смертны. Их жизнь коротка и хрупка, и они цепляются за пустые надежды. Несущая холод видела, что их надежды не более, чем снег под лучами солнца. Но возжигатель восхищался их силой духа. Он даровал им свое пламя, и человеческая цивилизация расцвела. Его щедрость согрела ледяное сердце, несущий холод. Она полюбила его, и вслед за ним прониклась уважением к смертным. Но вскоре смертных обуяло горды, и они возжелали большего. Люди с Ольхеема отвергли богов, даровавших им свое благословение. Видя эту неблагодарность, возжигатель разгневался на людей и тем же пламеньем решил сжечь их. Но шестеро поклялись защищать эту звезду и ее мир от любых угроз, даже от самих себя. Пламя войны вознеслось до небес, когда на Сольхеем обрушился гнев возжигателя. Остальные боги умоляли его одуматься, но тщетно. Когда рассеялся дым, Сольхеем лежал в руинах. Даже нашу звезду избороздили шрамы. Измученные войной боги погрузились в долгий сон. Это предание о нашем прошлом рассказано королю королей, чтобы он поставил в нем точку. Отсмотри на нее, у меня просто... В то время, когда шестеро еще спали после изнурительной войны, мысли совершенно о другом. Пришел человек и отвратил возжигателя от света. Несущая холод пробудилась и поспешила на помощь возжигателю, но враждебная армия лишила ее сил. Эти полчища вышли из тьмы, которая вскоре поглотит и шестерых, и звезду, что под их защитой. Судьба этой звезды больше не зависит от воли богов. Боги не могут ее спасти. Моего любимого ждет вечный покой. Да. Джин Диана. Мне ведомы чувства Луна Фреи. Узнай о них и ты. Когда родился избранный король Ноктис, посланница встретила Оракула, Луна Фрейн. Девочка призвана помочь ему вернуть свет, что она и пообещала. Здравствуйте, Сор. Ее доброе сердце, решительность, доброта и любовь к людям вернули посланнице веру в человечество. Луна Фрея, не сходи с ума. Ноктису не стать королем. Он избран. Такова его судьба. Уж ты-то должен бы знать. Я знаю одно. Ты жертвуешь собой. Может быть и так. Опять это синяя поле цветовое. Но выбор сделан. Если бы еще хоть раз услышать его голос, рассмеяться вместе, как в детстве. Если бы могли быть вместе. Не надо слез, Луна Фрейн. Прости меня. Я сейчас успокоюсь. Почему она плачет? Из-за Ноктиса. Потому что она такая же, как все. Как все. Она хочет быть с возлюбленной. Но мечта не сбудется. Ее любовь к королю никогда не потускнеет. И однажды он поймет ее чувства. Джинтьяна! Ради звезд? Нет. Ради нее самой. Слова будут услышаны. И Ноктис обретет силу. Клятва, что мы дали друг другу. Благодарю, Джинтьяна. Так и свершилось. Клятва ныне исполнена. Да. Исполнена. Избранный король Ноктис верни миру свет. Мне вот интересно, а почему все-таки не раскрыли как-то их привязанность как таковую? То есть показывают ее полную... Прощай, Ноктис. Полную ее безоговорочную любовь к Ноктису, но по всем фильмам, по всему сюжету, блин, они виделись в детстве, но от силы где-то может быть месяц. Тебе было так тяжело. Луна. Какой силы, а духовный? Ты многое хотела мне рассказать. Престанет быть плакшей, проще говоря. Я тоже хотел. Сила воли обретет наконец-то. Я уже не смогу. Прости меня. Музыка. 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 Я ни за что тебя не подведу. Да, я знаю. Музыка. 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 Будем вместе. Клянусь тебе. Гер, да, то есть не совсем понятно, почему призыву 40 открыт. Скажем так, все-таки действительно Луна Фрей так любит Ноктиса. А все остальные любят его, потому что они с ним с детства. Они его знают как из плохих сторон, так и из хороших, когда он был нытиком, когда он жертвовал собой ради тех, кто рядом с ними ради того, что он считал. В общем, видели его хорошие стороны. Скажем так, все. Кроме на самом деле Промта. Вот это я не знаю. То есть по мультику тому же самому, который рассказывает история Промта, он с Ноктисом вообще заговорил только тупо потому, что его поэтому попросил леди Луна Фрея. И поэтому он пять лет качался для того, чтобы быть, скажем так, смотреться рядом с Ноктисом по-нормальному, а не толстым другом. здравствуй, Анкл Бу. Чего тут смешного? Это же Саб-Зиро, я вам. Очнитесь. Что тут произошло, Нокт? Ты в порядке? Я видел глаз. Все нормально. Она уже ушла. Проверьте, как там наши машинисты. Ясно. Ты цел? Да. Все нормально. Пошли. Поднимай, например, если бы показывали, что она оракул, и она должна пожертвовать собой ради короля-короля, для того, чтобы мир был скажем так, спасен в целости и сохранности, как таковой. Вот. И она бы это просто принимала, но она ему тут прям вот совершенно просто непривязанностью мы сказали, там прям полную безоговорочную любовь. Это не совсем понятно. Возможно, когда выйдет эпизод Лунофреи, будет это более понятно, почему все так. Мне кажется, я вправе называть тебя Нокт. Меня коснулось ледяное дыхание смерти, такова уж сила богов. Но затем я вспомнил, что бессмертен. Это и благословение мое, и проклятие. Но все же ты смог причинить мне боль. Моральную. И это после всего, что мы пережили вместе. А, надо было спросить, помнишь ли ты его? Призрак из прошлого. Да? Ну, уж нет. Чужой брать нельзя. Где он? Где он? Твой стрелок близко? Где? В столице империи, в Грале. Где же еще? Я уверен, он будет рад тебя увидеть. А ты, может, найдешь свой кристалл? там сейчас столько демонов, что наверняка пригодится. Ну, иди же к своему другу. Не хочу мешать вашей встрече. Девушки отдыхают. орден отнял ног то все родной дом кристалла близких сердцу людей теперь и приспокойно дожидаются в украли нормально где отчет кнопку ты нажал думал поезд взорвется думаю мы уже подъезжаем гралея да интересно какая она кишащая демонами разумеется не напоминай как только прибудем отправимся в крепость сигнал куда это императорская крепость которая считается неприступной а еще там кристаллы пром то раз есть вход есть и выход как думаете кристалл действительно способен изгонять демонов само их изгнание и будет доказательством что логично последнее время ночи становились все длиннее а орды демонов все сильнее если свет кристалла для них невыносим это может спасти не только люциз но и весь мир что ж проверим как только вернем кристалл у нас еще любимые туннели что-то в чем дело думаю кто-то хочет нам помешать мы уходим за наш не волнуйте за работу чё только руками драться только до глади умеет а радио стоянук ты без коррекского ружья бегите в конец поезда грузовому вагону возможно призвать умр также недоступны где можно призвать умру и вернуться прошло очень скоро нам будет некуда бежать есть предложение у нашей есть регалия скорее уже бегу но багажный вагон не задерживайтесь мужики может быть бежать должны не поехали где есть где активированы меры безопасности четвертого уровня все ворота закрываются вычки система безопасности города вот-вот перекроется входа бесконечный а происходящие рвота в горлею пока не закрылись газ до отказа я сам знаю и разбейся может сам поведешь где мы сейчас едем по рельсам не сбавляй скорость быстрее уже некуда держитесь до быстрый . тупо не умеют ну успеем не успеем что это нас пытаются сбить с воздуха а то прямое попадание все верного коня его величество так просто не остановить это было близко из огня до племя регали у нас крепкая штучка ты главный вид нет нет черт его близко ух ё-моё Закрывается! Жми! Жмой, старушка! Папа! Бедная ремня. Больше ее не хватит. Больше не надо. Бедная ремня. Бедная ремня. И без гарантии, что Кристалл сможет защитить от всей этой орды демонов. Придется выяснять на своей шкуре. Все равно обратного пути нет. Эта махина в любой момент может рухнуть. Идем скорее. Идите сюда. Это смешу верить. Эй! Игнис! Гладио! За кем вы пойдете? Ноктис. Грязоноктис? Да. Доступна глава 13, часть 2. Приключитесь на глади в зоне отдыха. Ты остался совсем один. Это ты опять. Знаешь, для имперского канцлера ты слишком больной на голову. Демоны, чего ты пристал? Оставь меня в покое. Все катится к чертям. Не угадал. Не угадал. Демоны, как он его сил или чуть умудрился? Не, она его кольцо одеть заставляет. Демоны, как он был. А где Суд Королей? Где все это? Время пришло. Ах. Кольцо Люциев таит в себе три мощных заклинания. А первая из них смерть. Отнимающая жизненные силы врага, восстанавливающие их за счет вашего здоровья. Как они сюда попали? Ох, мать-перемать. Я даже не хочу знать, какие вторые два. Что это было? Смерть? Это была смерть. Кажется, здесь есть проход. И я смогу забраться наверх. Ну и что мне делать? Ха! Ха! Найди выключатели, подающие энергию к дверям и лифтам ведущим туда, где хранится кристалл. Многосистема Б. Может другая? М-м-м, глухо. По-моему, я их тупо всасываю через кольцо. Может другая? А-а-а. Ну и что мне делать? Может другая? А вон вижу. Смотри. Нажать. Отлично. Отлично. То есть беги туда, затем беги обратно. Так, теперь я начинаю понимать, почему этот орган не шибко любили. А-а-а. Продолжение следует... Продолжение следует... Законение кольца святость, это контратака божественным светом при уклонении. Очень эффективно в ближнем бою, чтобы навести большую урон, используйте законение прямо перед атакой врага. Продолжение следует... Градом с тобой, я не знаю. Это вариант поспать. Мощность сохранится вручную в... В Дормитрой... В Дормитториях, господи, во всем Грале и в крепости Зигнафт. А здесь можно спокойно отдохнуть. В Дормитториях, господи, во всем Грале и в целом, в Компании. В Дормитториях, господи, в Грале и в Компании. В Дормитториях, господи, в Беларусах. а делали блин дверей заклинание кольца альтерна отправлять толпу врагов небытие расхода при этом все ману рб и свой а а а а а а а а а как-то тупо то есть даже для того чтобы сражаться мне просто надо зажать одну кнопку и уклоняться все как тихо а где же все и цитры мне опять эти уроны а 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 неужели ты не чувствуешь что тебя ждет а 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 утомительно наверное все время бежать у короля магия мазала были получше и поймал от нарино троллит разработчиков или а а а каждая сумасходит что-то в них не так взрослых особо вас за грани разочаров полута не довольно забавно а графона такого я в жизни нигде не видел пойти другим путем пойти другим путем давайте совушку сделаем интересно если мы пойдем если мы пойдем другим путем что будет а характеристики и снаряжение персонажей не переносится из основной игры друзья наконец-то удалось проникнуть в имперскую столицу горолея но их король остался где-то во вражеском тылу чтобы найти ногтис а гладиолус и игнис отправились в крепость сигнафт и и и и и и и и и куда дальше нам надо бы вперед да только там полным полно демонов ногт сражается с ними один мы должны отыскать может я помогу а ты то что здесь делаешь я всего лишь принес дары что что дары неужели вы мне даже спасибо за это не скажете за что еще за твои дурацкие фокусы я от всей души поверьте мне ну уж простите ему нельзя доверять да вот только оружие мы все же возьмем мне следовало быть осторожней только и говорите мне что мы пойдем по нельзя двигаться вперед постоянно оглядываясь думая не о том что мог или не мог а о том что можешь сейчас ты прав прошлого не вернешь а где марасума а где марасума еще надо будет врага чтобы накопить доблесть ну а то мы знаем раз мы снова можем призывать оружие то и ногт наверняка тоже может сдается мне канцлер не настолько щедр почему же хоть она притворяется другом но уже успел доказать что он нам враг так проходили мы от гладио спасибо мы знаем что такое друг сообщение службы безопасности в нескольких секторах возникла чрезвычайная ситуация всем гражданским лицам необходимо немедленно перейти в убежище отказ от эвакуации повлечет за собой арест или иные формы дисциплинарного взыскания это объявление будет повторяться вплоть до урегулирования ситуации благодарим вас за понимание а ситуация это мы или что-то другое полагаю второй вариант и угроза очень серьезная раз уж объявили эвакуацию все эти сообщения помогут нам разобраться что творится снаружи ох здорово то есть навык у него оставили но при этом марасумы ему дать не хотят зашибись интересно они сюда быстрее идут из-за того что я здесь уже разводишь да тут никого нет только этим так быстро получается или у них просто геймдизайн такой что там где я бы ходил бы кругами проходите сюда в поисках непонятно чего их просто ведут к примеру пути вперед 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 еще немного да молодец постой а что тут открылась потайная дверь и сделал это канцлер если это приблизит нас к ногту я бы рискнул где это мы не знаю но пол неровный осторожнее нет здесь пол не дадут поиграть потому что он же ничего не видит так ну как вы видите меня побольше загладим эпизод гладио уже было это было самое шикарное что я вообще видел а не здесь какого врага будут поиграть свихнулись все или как гладио игни за ты вниз везут гладио ну как бы такой себе что это я я я я я Эй, Игги, кажется, мы нашли центр управления. Вся стена в мониторах и рычагах. Изображение с камер наблюдения. Переключить что-нибудь можно? Я в технике не особо разбираюсь. Ну, а это что? Похоже, они стерли все записи с видеокамер. Все? Ага. Погоди-ка. Они забыли удалить одну запись. Или специально для нас оставили. Значит, надо посмотреть. Возможно, она подскажет нам, где ногты Промпта. Остался только эпизод Промпта. А как же сила Гедрея? Как же мое кольцо? Оракул вручил их королю. Ведь он их законный владелец. И скоро он воспользуется ими, чтобы очистить наш мир от скверны. Но Кристалл, он мой. Я истинный король. Король Ноктис. И никто другой. И уж точно не тот, кто стал марионеткой демонов. Значит, ты умрешь. Так ты пришел, Локтис. Твоя вся сила богов. И вот я тебе меч Рикиса вручаю. Избранный король светочный мир. Какой ты скучный. Хотя поначалу это было даже интересно. Похоже, это не Ноктис. Ты тоже пытался спасти мир, но зеленок не хватило. Кристалл выбрал не тебя. Это больно? Быть отвергнутым. Да? Это был Нокт? Нет. Этот поганец принял его облик. Значит, Равус хотел вернуть меч его величества. Видимо, он пересилил обиду. И даже назвал Нокта королем. Идем. Если он сотворил такое с Равусом, то что будет с Ноктом? Похоже, Арден тянет время. Нам нельзя терять ни минуты. Нужно найти Нокта раньше него. Ну хорошо, но отрубил он ему руку. Рука-то, во-первых, не настоящая. Похоже на грузовое отделение. Чем он вырубился? Есть вероятность, что когда-то здесь побывал Кристалл. Тут есть лифт, на котором его могли перевезти? Здесь точно нет. Может, дальше будет? Тюня! Продолжение следует... О, здоровяк! Зря ты появился. Да! Вот тебе! Что-нибудь скажешь? Чего еще? Я был уверен, что искусство глифа тебя убьет. Понятно. 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 Ну, вот по фениксу, это хорошо. Мне вот интересно, если даже по самому пророчеству говорится, кто будет королем королей. Боги говорят, кто будет королем королей. Все говорят, кто будет королем королей. Какого хрена кто-то пытается спорить это? По идее, мы идем в центральной части крепости. Скорее всего, там они и держат кристалл. И, скорее всего, Нокт направляется туда же. Если всем заранее сказали, кто тут папа, и судьба у этого человека будет не самая крутая. Вон тебе! Нафиге все стремятся к такой судьбе? Не понимаю этого. А, я же могу так сделать. А, я же могу так сделать. Мне все кажется, что в этих комнатах должно быть, наверное, радио, которое расскажет, что в мире происходит. Но почему-то чего-то ничего нет. Вот же он. Что там? Кристалл. Здесь, на экране. Значит, уже близко. Тут есть панель управления? Есть. Кристалл наверняка закрыт силовым барьером, как и в цитадели. Откроем. Просто скажи, что надо делать. Ага. Как он тебе скажет, что надо делать? Воров ждет расплата. Я никому его мятам. Кристалл. Мой. А, это, видимо, император. Сила кристалла, сила света, все это, все мое. Что-то конкретно тебя демона поглотили. Вот тебе. Что-нибудь скажешь? Я как часто венволу ходил, ну, серьезно. И мне стук хоть помог, что-то. Вот тебе. Я больше его не слышал. Он мертв? Нет. Он просто сбежал. Первый раз такого вижу. К тому же, зацикленного на кристалле. Но они же должны бояться кристаллу. Это просто одна из теорий. Может, он для них как огонь для ботыльков. Но как бы то ни было, этот демон не сдох. И лучше найти его до того, как он найдет Нокта. Ох, беда. Я вижу, как угасает свет в глазах вашего друга. Держись, Нокт. Может, такую вот штуку возьмем? Они и богов мочат. Нет, не туда. Вперед, вперед. Еще немного. Сволочи. Сволочи. Если этот подонок хоть пальцем. Ты разве не слышишь? Что именно? Голос Нокта. Я его отчетливо расслышал. Гладио сюда. Эй, Игнис. Сейчас обратно нас на Бронта переключат. О, на Ноктиса переключат, да? А тут бесполезно, думаю. Тут нас перекинут. То есть, мы доходим до определенной точки и нас перекидывают на Ноктиса. О, сейчас будем бородить по этим катакомбам. Ну, или не совсем? Если кто-то сомневался, это ловушка. Учили, да? Такого я не ожидал. А он не обманывал. Немного боли никому не попадут. Тебе тоже. Быстрее. Пока ты тянешь время, люди умирают. и не обманывал. Ага. Ага. Так, Ладно, это не вариант. Ну, к беде. Гладио, там должен быть выключатель. Найди его. Откуда ты знаешь? Полагаю, нас сюда привели не просто так. господи пинай быстрее этот механизм ты цел вы как сюда попали я тоже взялся но мы же отчетовое испытание сокрушительной волны воссоединение лучших друзей как это трогательно подтверждено что волна способна отключать не только стену но и всем магические способности предсветителей королевского дома люциуса более того судя по данным полученного время столкновения с шивой она также оказывает ослабляющее действие на 6 я это наверное так здорово вы такие счастливы волна прекрасно проявила себя в ходе полевых испытаний полностью лишив королевского глефа способности к телепортации и магии которые работают по тому же принципу что истина люциуса надеюсь вы скоро найдете своего бесценного промпута исследовательский отчет большим сожалению я сворачивал работы по восстановлению магитек оружия для полной функциональности это то чтобы продолжать исследование но руководство боится повторение инцидента мои труды по поиску метода как активировать и как контролировать устройство судя по всему пропадают если это автономная система то я думаю нужно божественное вмешательство чтобы она заработала на постоянной основе а пока устройство остается на хранение не только отцовский меч и питание только отцовский меч и сила кольца значит внутри кто то есть я знал что ты туда пойдешь надо же ну ты и драчон вариантов большите я буду накидали блин плюшек демоны сплошные демоны правда ты цел не ранен помощь не нужно я в норме спасибо скажи ты обо мне беспокоился да разумеется что за вопрос да я так и думал здравствуйте денис что ты придешь промпта и я сказал себе что не должен умирать чтобы ты не думал что я это не я прости меня не за что все в порядке так мы воссоединились и сразу делу да первое что он спросил да вот он переживал что я о нем не переживал для него это важно сейчас да пройдем наверно главу посмотрим либо в эпизод промпта пойдем ну или вы че то еще продумаю но ты слышишь что я уже слышал этот звук на поезде перед тем как тебя подвело оружие это рядом возможно там ключ к восстановлению твоей силы это здесь вот эта штука дверь заперта дверь заперта звук откуда то изнутри пройти нельзя можно макетей у них коды как у меня разве не обращал внимания Выходит, я один из них. И людям из Люцеса я не могу это рассказать. Но у меня, понимаете, парни, кроме вас никого нет. И я бы хотел, чтобы все осталось, как было. Да какая разница, где ты родился? Думаю, ты нас не предашь. Ни сейчас, ни потом. Благодарю. Но я не изменю родину и свое происхождение. И с каких это пор тебя заботит происхождение? Ты никогда не обращался со мной, как с сыном короля. Подловил тебя? Даже высочества не говорил. Пора уходить отсюда. Пошли, верноподданный. Еще так как-то прям непонятно. Если ты этого хочешь. Совсем непонятно. Чего к чему? Представляете, если эпизодов нет. То есть непонятно, почему Гладио со шрамом? Почему Игнис слепой? Чего происходит? Почему Бром-то вот сейчас это сказал? То есть без эпизода вообще ничего непонятно было. Как можно было без них игры выпускать? Я даже не представляю. Может не ставила? Может там кнопочка была? Ну смотри, сработало. Ну что? Получилось? Устройство отключено. Теперь к ногту должна вернуться сила. Давай, проверь. Итак, момент истины. Заработало. Как я рад. Погнали. Че какое, а? Это не все свои силы, но к тебе сможешь снова возвращаться в прошлое, призвав Умбру. Ты снова можешь видеть? Боюсь, что нет. Но это не значит, что я не могу страдаться. Ты только не напрягайся, ладно? Сейчас, дружище, я тебя полностью отсосил. Ты можешь за себя убить. По крайней мере, я пузоу. Кладио. Развешай, наломай. А че, где-то еще противники есть. Я бы прям в перманентный боевой режим вышли. Ты все-таки надел кольцо? Пришлось. Оружия не было, друзей не было, выбора тоже не было. Знаешь, кто-то должен сражаться, чтобы вернуть Кристалл. А еще спасти ваши драгоценные задницы. Слова истинного короля. Самая сильная способность требует для того, чтобы было полное обмана. Крецует в тяжкое бремя, но ты несешь его не один. Да, особенно теперь, когда у всех вас снова есть оружие. Да и догадались здесь, где-то еще есть кнопочка. И нет, не догадался. Дружище, постарайся не отставать, ладно? Присмотри за Игей. Угу, присмотрю обоими глазами. Вот и хорошо. Двигаемся дальше. Так-то сейвиться можно? И еще осваиваюсь. Ладно, Коля, нельзя, давайте сейвушку сделаем. Коля, намекают. И смотрите, он вернулся. Человек-фотография. Так, оттуда мы пришли, значит нам... Значит нам сюда. Свощи, блин, всю ману сжарает. Проклятие. Ага, конечно. Эм, это меня рыснет? Но я еще могу быть повестен. Не напрягайся. Так, ладно, это, видимо, плохой вариант. Очень интересно, куда делись остальные капрады. Неверно. Ромка. Ха-ха. Быстрее пули, детка. Я так и знал. На колени. А где мы оставили регалют? Снаружи. Только она уже... Увы, разбита в хлам. Спасла нам жизнь, отдав свою. Илетуя. Университет. 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 это, конечно, такой у себя. Это урон у них ультимативный. Двигаемся дальше. Итак, кристаллы. Упрёмся в закрытую дверь. Хорошо, что кое у кого есть ключи от всей крепости. Ты ничем не лучше простого взломщика. Так уж и ничем. Блин, а можно нам... Энергию... Молнии... Так, ну чё, попробуем. Элемантия. Огонь. Молния. Лёд. Самым дорогим ингредиентом. Сломанная губная гармошка. Коготь соблеклыка, коготь... Так, мегриловый штист, рожавая деталь, панцирь, билёт... Вот, урок бегемота. Давай. Эти кратные чары уровень 65. Огонь. Просто огонь. Так, снаряга. Ноктис. А ману-то хоть хватит? Нет, ману не хватит. Надо переодеваться. Где этот лифт? Арсенал есть. А деньги дают, да, видимо, всемогущему ящику. Не на оружие. Давайте возьмём для промка. Майн он требует маны, сделай и кидай. Как-то сомнительно. Рассчитывал. Ну ты вообще, по идее, арсенал. Кольцо! Оно моё! Неужели это? Император? Как же он рвётся, чтобы получить кольцо? Что нам делать? Пожалеть его. Ну да, конечно. В четвером мы везде прием. Ты как, жив? Фромко? Да. Не надо извиниться. Сквирный. Сквирный. Кладио. Охотаем. Вот тебе! Игнись. Умри! Я так и знал! Черт. Будем простираться по всей земле в сиянии кристаллах. Мы будем процветать. Я восстану как правитель всего мира. Так, едем вверх. Интересно, куда приедем. С левушками? Да, напарники тоже могут использовать магию. Я не спорю. Но они лучше использовать как бы свое оружие. Тут неплохо. Так что, пистолет по ушам бьем. Но по идее он и должен на самом деле по ушам бить. Тут закрытое пространство. И, соответственно, звук отдаётся от маленького помещения выше очень неплохо. То есть, аутентичненько. Ну и ангарище. Какой он просторный! Значит, центральный лифт проходит здесь. Идёт в этой площадке. Ваше Величество, ваш драгоценный кристалл ждёт вас. Но сначала встреча старых друзей. Конечно, люди со временем меняются. А как несчёт дружбы? Убей меня! Жайся! Это Равос. То, что из него осталось. Проклятие. Разве ты не должна стирать сосущую? У него что, крыша поехала? А предупреди, саду! А-а-а! 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 Давай, пока, а чинсетю! Пойдем! Туда! А-а-а! Йокеболки. Уйдем, он еще больше стал. У-у-у! 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 У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! У-у-у-у! Так... О, у меня больше ничего нет, на таком клане, отразильно, поехали Что-то я понял, почему Гладио ничего не сделает Если я к нему повозу, то нет Я вот думал, что мне его всосать просто, серьезно Это было страшно Себя Что-то я делал Слай Ромка Ужки, ломай его, ломай его пока он уйден, ломай. Ужки, ломай его, ломай его, ломай его. Умирай, не беспокойся. Не смейте, ломай его. Ужки, ломай его, ломай его, ломай его, ломай его. Отлично делепортировался прям под него Та-ха-ха! Та-ха... Та-ха-ха... Тра-ха-ха... Та-ха... Печальный исход для Верховного Главнокомандующего. У него были мечты, надежды. Просто ужасно. Чудовищные дела творятся. Осторожно, мы не одни. Присмотри за Риги. Опять ты что ли? Ага, конечно. Не получается. Их все больше и больше. Но ты должен идти один. Что? Если получишь силу кристалла, мы, быть может, сумеем все изменить. А иначе все наверняка не дают. Ну, мне ману тоже не дают. А это наш единственный шанс. А как же вы? Справимся как-нибудь. Иди отсюда! Ты еще можешь добраться до кристалла, если пойдешь один. Но моим друзьям придется остаться. Ну, нифига не все парни. Ты не отмирайте. Двери закрываются. Пожалуйста, отойдите от дверей. Решайся скорее. Друзья, я к тебе не завидую. А что ты кристаллу сюда? Придай друзей ради высшего блага. Это по-королевски. Продолжайте. Ваше величество. Чтобы получить силу кристалла, надо быть готовым потерять все остальное. А вроде парни там неплохо держатся. Тут, к сожалению, без вариантов. Здравствуйте, Зенбор. Двери закрыты. Не вздумайте умирать. Что-то как-то все грустно и все очень плохо. Твои дорогие друзья еще живы? А те, кто умер за тебя, ты хоть задумывался? О чем они мечтали? Ты хоть слышал их последние слова? Я за вами вернусь. Обещаю. Нет, можно бить всех, но это без вариантов. Они будут появляться на бесконечность. Далеко еще? Можно пробить, убить все происходящее, но они все равно будут появляться. Там даже ульта не помогает. Твой путь окончен, Нокт. Дай мне силу изгнать демонов. Что? Свет не причинил тебе вина. По истину ты избранный. Позволь, я кое-что тебе расскажу. Давным-давно, много веков назад, человечество поразило неизлечимое болезнение. Она превращала людей в чудищ. Ты с такими не раз уже сталкивался. В то время в Люцесе жил Спаситель. И чтобы исцелить тысячи людей, он впустил в свое тело мириады демонов. Но завистливый король, который не был избран присталом, изгнал того целителя и ослабил его, как демона, сделав из него настоящего монстра. Я уже говорил тебе свое имя, но знай, при рождении меня назвали совсем не так. Орден Люци Скелум. Вот мое имя. Кого звали Изумие, уже не важно. Но убивать тебя в смертном облике не будет скучно. Обретись его кристаллу. Стань его защитником. Когда сбинут и кристалл, и король, лишь тогда свершится мое возмездие. Возвращайся скорей. Абакат, я составлю компанию твоим друзьям. Братоны. 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 Продолжение следует... Уверены, что Кристалл уничтожит всех демонов в мире, Ноктис потянул все к нему и оказался внутри. Собирай силами универсбрага. Судьба этого мира в руках короля Галли, чье провидение осветил божественный свет Кристалла. Там гласит откровение Богомута. Они противостояние, храня надежду. Ведомые несокрушимые миры в то, что король придет и дарует им избавление. Я все время думал, что Богомута это огромный злой дракон, уничтожитель миров. Тут что-то он прям хранитель миров какой-то. Что это за место? Сердце Кристалла, где закрыта душа звезды. Именно в этом месте король обретет силу, чтобы исполнить свое предназначение. Этот час был предопределен. Пробужденные заветами шестеро предвидели его. Час, когда Кристалл передаст кольцу королей свой предвечный свет. Только тогда, с кольцом исполненным света, истинный король завершит свое вознесение. И только десница истинного короля сможет изгнать бессмертного проклятого и вернуть свет в этот мир. Это такой орден. Человек обреченный жить вечно и черпающими смерти в скверне, что породило демонов. Настолько нечистый душой и телом, что свет Кристалла отверг его и не позволил совершить вознесение. Его разум искажен мягкостью и милостью. Помнился Паттер. Помнился, чтобы погрузить тебя в наш мир по тьму. Только истинный король, избранный Кристаллом и хранимый предками, сможет покончить с безумием проклятого. Это единственный способ уничтожить бессмертного проклятого. Сила еще более могущественная, чем мощь шестерых. Сила, которая чистит мир светом Кристалла и грифами былых королей. Избранный получит эту силу только у своего трона и только ценой жизни. Своей жизни. Король-король получит силу, чтобы разогнать тьму, но он заплатит за это кровью. Чтобы изгнать Узурбатора и вернуть дневной свет, избранный должен отдать свою жизнь. Многие жертвуют всем по имени короля, и король должен пожертвовать собой ради всех. Ну хоть что-то. Теперь ступай в отражение, где сияет свет проведения. Ну ты прям какой-то Дивайн Дивинити. Семь долгих лет боги ковали твою душу. Вы хоть бы его раздели что-ли, а то он прям в костюме. Эх, ладно. Тихо. 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 Время. СВЕТ НА ГРАУД СИН СТУПАЙ В СВОЕ КОРОЛЕВСТВО, ГДЕ ТЕБЯ ЖДЕТ, УЗУПАТР Верни в свой трон и исполни предназначение ИСТИННОГО КОРОЛЯ ЗНАК ДРАКОНИЯ ОМБРА? Ангель Гард, Каменная тюрьма Ученые в тюрьме Пусть этот пост меня в преисподней найдет, я уверен Будем ждать В Молоте Звание избранного короля Звание избранного короля СКОРИМА Выбравшись из своей тюрьмы, Ноктис обнаружил, что находится В Ангель Гарде Корабль его отца оказался в прочвёрталовом берегу Причем в отличном состоянии На нем, в принципе, отправился Видимо, на материк Интересно, кто ему корабль подогнал? Как долго меня не было Мирует А где же все? Ну, видимо, все Прячутся от демонов, если ты не заметил Темно Демоническая пора Ладно, давайте сделаем цейвушку В следующий раз продолжим Начнем, наверное, с эпизода промпта Для того, чтобы всё узнать и всё увидеть Потом закончим уже основную игру Только я знаю, это последняя глава Бой должен быть эпичным Мягко говоря Ладно, дамы и господа На сегодня, к сожалению, всё И помните Если вам понравилась трансляция Подписывайтесь на канал Если вам понравилась трансляция Там есть группа ВКонтакте Ну и канал на Ютубе А еще можно комментарий оставить Чтобы просто мне было приятно Ну, люди, друзья, мне сказали Что хоть какая-то реклама у канала была Вот Давайте запись установим